МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея создания нашей школы родилась около двух лет назад, когда я абсолютно случайно попала на фестиваль детей. Это детский молодежный фестиваль в городе Рязани «Рок-акустика», где я увидела, как на самом деле очень много талантливых дарований молодых людей, которые хотят заниматься роком, музыкой. На самом деле у нас в городе очень много коллективов, очень много студий, где действительно учат петь, танцевать. Но захотелось вот такое течение, чтобы был рок в городе. Стал интересоваться, читать очень много. Оказывается, у нас в стране существует сеть школ под названием «Школа рока». Поэтому мы решили открыть такую же школу в городе Рязань. Эта школа, она предназначена для какой-то определенной возрастной категории. Только для детей или только для взрослых? Кто может к вам прийти? Изначально вообще планировали и думали, что в основном к нам пойдут дети, подростки. Ну, как оказалось, что больше приходят к нам молодые люди после 20 и даже 30 лет, и даже 40. Есть у нас такие ученики. Очень приятно слышать от людей уже в возрасте, когда вдруг говорят спасибо огромное, что вы смогли осуществить какую-то давнюю мечту, детскую мечту, заниматься музыкой, петь, играть. А люди, они приходят с каким-то начальным образованием? То есть они где-то когда-то пели? Или, в принципе, у вас есть ученики, которые вот с нуля никогда не пил, ничего не умею, но хочу? Мы обучаем разных. И на начальном этапе, кто абсолютно до этого никогда не занимался музыкой, не знает, что такое гитара, не знает, что такое барабаны. И также мы занимаемся с теми, кто... К нам приходят дети, которые отучились по 5-7 лет в музыкальной школе. Те, кто занимался до этого на дому, предположим. То есть разные степени обучения. Ну вот школа, она, наверное, как-то предполагает объединение каких-то классов, да, нескольких. Вот у вас есть разграничения, допустим, по инструментам, по каким-то направлениям? Да, у нас есть класс вокала. Вокал у нас эстрадный. Есть класс гитары. Здесь несколько направлений тоже. Это, естественно, акустическая гитара, электрогитара и бас-гитара. И класс ударных инструментов. Раз была создана, да, вот эта школа рок, значит, какие-то отличия в обучении у вас присутствуют. Вот чем отличается подход ваших педагогов к ученикам? Чем вообще отличается рок-культура от того, чему учат, ну, допустим, в классической музыкальной школе? Да, на самом деле у нас очень сильно отличается обучение. Во-первых, в основе лежит американская методика, которая позволяет ускоренно научить либо игре на барабанах, либо вокалу, либо гитаре. И очень интересный своеобразный подход. То есть у нас нет скучных гамм, у нас нет скучных уроков, у нас групповые занятия от трех до пяти человек. Все проходит в таком очень интересном режиме. Но это лучше, наверное, прийти. У нас существует первый урок бесплатный. Можно прийти, посмотреть, что такое вообще школа рока, как мы занимаемся, как занимаются наши преподаватели. У нас идет постоянно очень тесное общение преподавателей, ученик. Уроки проходят очень интересно. Даже можно сказать душевно. А кто ваши преподаватели? Наши преподаватели все – это действующие музыканты города Рязани. Алена, то есть, получается, вот вы-то, собственно, никакого отношения к року не имеете. Я думала, к нам придет, не знаю, рок-музыкант или рок-певица, которая решила... Нет, к сожалению, у меня обычная музыкальная... 8 классов фортепиано. Нашей классической музыкальной школы, где было все очень грустно, скучно. Вот. Но у вас у самой душа лежит именно в раконаправлении. А почему? Что вас в этом привлекает, задевает? Почему именно рок? Ну, не знаю. Очень нравится рок-музыка. Так случилось в жизни. Это огромный драйв, который, наверное, заставляет жить и двигаться дальше. Ну, обучение в вашей школе, оно тоже предполагает какое-то количество классов, которые ученики должны пройти? Или, в общем-то, каждый волен закончить тогда, когда он закончится? Нет, в принципе, да, мы никого не заставляем. У нас определенный курс, в который длится 12 месяцев. Это базовый курс обучения. Это для тех, кто пришел с нуля. Но дальше идет, конечно, по желанию. Если захочет дальше заниматься ученик, мы с удовольствием ему предоставим обучение дальше. И в чем заключается, наверное... В чем наша цель, скорее всего, это в том, чтобы дети, желающие, опять же, сбивались в группы, чтобы они сбивались в коллективы, чтобы они смогли дальше где-то выступать и показывать свой талант. Ваша школа когда была открыта? В апреле. В апреле. Вот за это время вы уже сколько учеников набрали, сколько классов? Ну, на все направления у нас есть ученики. Очень много групп на сегодняшний день. И хотя также много очень индивидуальных занятий мы занимаемся. Очень радует, что наряду, как я говорила уже, с маленькими детьми мы принимаем от 9 лет, к нам ходят взрослые. И сейчас уже мы смотрим, у кого какие успехи. То есть мы рады тому, что у нас, предположим, самый маленький человечек в нашей школе – это Рита, девочка, которая ходит обучаться на барабанах. Вот. И вот тут недавно, наверное, на той неделе было такое классное событие, радостное для преподавателей, наверное, для нее, что она у нас сыграла под минусовку. Вот. Это... Ну, мы считаем, что это такая маленькая победа. Ален, для людей, которые не очень знакомы с музыкой, музыкальным термином, объясните под минусовку – это как? Это что? Преподаватель включал ей уже определенную запись, и она уже смогла сыграть самостоятельно партию барабанов. В классических школах понятно, на каких произведениях обучают, да, что дети играют на фортепиано, на скрипке. Что является вот такой классикой в роке, и на чем вы своих детей обучаете? У нас все очень индивидуально, то есть на первом занятии обязательно преподаватель узнает, что... потому что, как и в классике, все равно в роке тоже очень много своих направлений. Поэтому преподаватели обязательно общаются на первом уроке, они интересуются, какой рок вы хотите играть, какую музыку вы хотите научиться исполнять. Поэтому все очень индивидуально. И, исходя уже из этого, дальше строятся уроки, поэтому, естественно, и классы как-то подбираются уже под направление. То есть кто-то слушает тяжелый рок, кто-то хочет просто играть легкую рок-музыку. Поэтому все очень индивидуально. В апреле вы открылись, я понимаю, может быть, еще рано говорить, но все-таки наверняка есть какие-то мысли о будущем. Чего бы вам хотелось, какой бы вы хотели видеть вашу школу-урока через энное количество времени? Ну, вообще очень много идей, очень много планов, о которых, наверное, пока я не буду раскрывать все карты, но вообще очень хочется, чтобы в Рязани культура рока выросла, потому что это замечательная музыка, и есть где раскрываться. Очень хочется иметь огромную школу-рока, чтобы у нас было свое здание, чтобы дети приходили с удовольствием, приводили своих друзей, приводили своих родственников, и на прослушивание у нас обязательно будут каждые полгода концерты отчетные, где дети смогут, опять же, у нас, я уточняю, что все абсолютно по желанию, мы никого не заставляем, вот, где дети могут показать, смогут показать то, чему они научились. Естественно, мы планируем выступать на площадках города где-то с нашими учениками. Очень хочется снять мюзикл, рок-мюзикл, но это тоже уже немножечко в будущем. Ну что ж, мы надеемся, что все ваши планы и мечты все-таки осуществятся. Мы еще не раз услышим про вашу школу, что учеников у вас будет все больше и больше с каждым месяцем, с каждым годом. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!